Развивать предпринимательство и расширять деловые контакты правительству республики поможет торгово-промышленная палата. Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между кабинетом министров и региональной ТПП. С правительством республики торгово-промышленная палата сотрудничает на протяжении многих лет. В прошлом году назрела необходимость подписания нового соглашения. На федеральном уровне было принято решение о расширении полномочий региональных ТПП. Теперь здесь начали выдавать сертификаты, происхождение товаров, оценивать образовательные программы вузов и профессиональную квалификацию выпускников. После принятия нового закона торгово-промышленные палаты начали работать по 26 различным направлениям. Для нас большая ответственность и возможности потенциальные открывают следующие новеллы в законодательстве о торгово-промышленных палатах в Российской Федерации. Палатам могут выполнять функции организации, которые относятся к инфраструктуре, поддержке малого и среднего предпринимательства. Могут выполнять функции организации инфраструктуры, поддержке промышленности. Могут органы региональной власти, муниципальной власти, могут по согласованию с торгово-промышленными палатами делегировать какие-то свои полномочия и функции. Палат является одним из исполнителей одного из приоритетных проектов развития внешнеэкономической деятельности Чувашской Республики. Мы повнимательнее посмотрим эту программу, этот проект и в части каких-то мероприятий, в которые можно было бы использовать ресурс торгово-промышленной палаты. Совместно с правительством Республики торгово-промышленная палата будет привлекать новых инвесторов и разрабатывать меры поддержки бизнесменов. В рамках соглашения региональная ТПП будет проводить семинары и круглые столы для предпринимателей. После подписания документа разработают поэтапный план его реализации. Это сотрудничество позволяет нам снимать бюрократические проволочки, сдерживающие факторы, потому что мы постоянно будем обратную связь иметь от общественной организации. И когда они нам дают свои соответствующие предложения, сформулированные правильные по содержательной части, мы при принятии управленческих решений всегда берем эти предложения за основу.